Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре легендарный автомобиль BMW 5 с мотором 2.5 N52 в кузове E60. Автомобиль 2006 года и сегодня нам владелец данного авто Дмитрий расскажет все о нем очень подробно. Привет Дмитрий! Всем привет! Я владелец легендарного автомобиля BMW E60. Что хотелось бы сказать. Брал я этот автомобиль поддержанный. Я четвертый владелец вписанный в ПТС. Пробег на данном автомобиле был в районе 180 тысяч. Извини, а как давно брал? Брал я его 7 лет назад примерно, где-то в году 2014. То есть он у тебя вот уже 7 лет в твоих руках. Ну да, 7 лет. Вот. И сейчас на нем пробег 417 тысяч и машина уже плачет. Вот. Ну то есть это уже к 500 я уже чувствую, что машина, все агрегаты подходят к концу и их все надо менять по очереди. То есть до такого пробега уже... А как думаешь, вот брал автомобиль с родным пробегом? Или все-таки думаешь и тот уже скрутили? Не, я думаю с родным пробегом. Потому что ну авто было после аварии. То есть я когда брал видел это. Но в принципе мне это потом езде не мешало. То есть тачка так в принципе была обслужена. На дорогих маслах ездила. И ездила на ней крайняя женщина. То есть я так понимаю, что ее мужчина просто его содержал. Данный автомобиль. И ты получается проехал примерно 250 тысяч на ней? Ну да, примерно. 250 тысяч. И расскажи, вот что за этот период, 7 лет владения и 250 тысяч пробега ты с ней делал? Вот понятно, что наверное много работ было произведено. Ну мелких каких-то. Я думаю все, наверное, мы даже сейчас и не упомним. А вот что-то такое прям глобальное, что бы тебе самому хотелось рассказать зрителям? Ну из глобального я просто еще раз повторюсь, то что пробег уже такой достаточно большой. И как бы агрегаты начали основные просто выходить из строя. Началось у меня все где-то с пробега в 350 тысяч. Вот от 350 тысяч уже начали короче агрегаты сыпаться. То есть первое, что у меня вышло из строя это генератор. То есть я его сначала отремонтировал. Это надолго не хватило. Где-то год я с ним поездил. Он у меня опять крякнулся. В итоге пришлось брать с японской машины с меньшим пробегом. Грубо говоря, оригинальная поставил. Следующий у меня вышел из строя вентилятор охлаждения. Также он был сюда поставлен с японской машины. Но это очень хорошие, кстати, разборки у нас здесь. То, что машины привозят с Японии, пилят их и там минимальные пробеги на них до 50 тысяч. А по ценам примерно не вспомнишь? Вот хотя бы на запчасти уже работаю. Если ты вспомнишь хорошо, если нет, то нет. Да, все равняется 10 тысячам. 10 тысяч генератор, 10 тысяч компрессор кондиционера здесь был заменен не так давно. Тоже с японской машины. Все по 10 тысяч. Рублей или валить? Рублей. Ну, за исключением вентилятора. Вентилятор где-то тысяч, тысяч четыре, наверное. Ну, он просто, то есть вентилятор охлаждения. Вот. Вообще марка, вообще марка вот BMW. Именно конкретно вот E60. Это вообще легендарный автомобиль. У меня кореш приехал, поехал в Москву. То есть я жил в другом городе. Он поехал в Москву за автомобилем X5 в старом будке еще. А приехал вот на такой. И я когда в него сел, я просто прокатился. Мне довелось им управлять. Я просто обалдел, насколько он управляемый. Насколько всяких тут примочек. И было это дело зимой. То есть мы как-то летели где-то километров 120. У нас там извилистая дорога. Нас немножко потащила. И мне что понравилось, что автомобиль, он там все вот эти вот системы сработали. Он прям тачку выровнял. И я, блин, я просто влюбился. И, грубо говоря, когда они уже статус подешевел его немножко, я его приобрел. И еще вот кореш пригнал тачку. Она была в комплектации лакшери. И я машину искал только с такой комплектации, чтобы потом уже ничего не дорабатывать, там не устанавливать, дополнительное. Вот это лучше взять сразу авто, у которого там все есть. Просто боевисты это любят. Берут тачки там с обычными сидушками и начинают тогда впихивать потом салон full option, блин, и так далее. Ну, напичкивать. Вот это самое. Но данный автомобиль находится в комплектации лакшери. Из всяких таких прикольных примочек. У него вот есть проекция на стекло. Здесь стоит активный стабилизатор, который помогает курсовую устойчивость машину выдерживать на поворотах. Стоит активная рейка динамик драйв. Ну, ломающиеся спинки сидушек. Ну, шторки там и всякие там приблуды. Это уже люк и так далее. Ну, прикольно. На самом деле, это все очень сильно так. Ну, как это... Я когда сажусь в такую же машину, такого же класса, да, и когда там этого нет, ну, как-то, блин, мне уже не очень. Что-то не хватает. Да, что-то не хватает. У меня это сразу, да, минус. Как бы это не полная, конечно, комплектация. Есть намного круче комплектации. То есть, это там есть и довочки дверей, и камера ночного видения, и слежение за полосой. Как бы в свое время, я говорю, этот автомобиль, он выстрелил просто настолько. Он настолько напичкан электроникой. Это просто, блин, компьютер на колесах. Здесь просто водитель может делать все, что угодно. Я могу сбросить настройки коробки. Могу запустить режим, чтобы он выгонял пробку сам с системы охлаждения. Просто тут определенная комбинация педалей. Какое-то время там держишь их, и он, короче, запускает этот режим. Ну, вообще, и таких, ну, тут они это любят. То есть, там где-то подержать кнопку надо подольше, и что-то там произойдет. Это BMW вообще вот. Это их там марка такая. Плюс. Хорошо, но пока вот я услышал из того, что ты делал. Это генератор, вистилятор и еще что-то. Да, глобального конкретно ремонта двигателя я здесь не производил. То есть, я до сих пор езжу. Двигатель N52, Николай 52. Это, конечно, самый уродский двигатель, мне кажется, из всей линейки BMW. Потому что, ну, все это знают. Потому что, у него мощность, она такая средняя. То есть, ее не мало, не много. Она, как бы, ну, для этой тачки хватает. Но единственное, вернее, не единственное, основной его минус в том, что это, короче, двигатель конкретно жрет масло. Конкретно прям. То есть, я уже измучился. А фишка в чем? Температура данного двигателя, рабочая температура, очень высокая. Она регулируется здесь электронной помпой, которая подсоединена к компьютеру. То есть, компьютер сам включает помпу, сам выключает. То есть, она здесь с приводным ремнем не крутится, как на обычных машинах. То есть, он ее сам включает, сам выключает. И температура двигателя всегда держится горячего. Это очень горячий двигатель. Из-за этого масло горит, как суется, забивает основные масляные каналы. И после этого этому двигателю приходит кобздец. Вот. И что хотелось бы посоветовать, если, например, кто-то будет брать данный автомобиль с таким двигателем. Во-первых, замена масла. Здесь на компьютере стоит 15 тысяч. Но 15 тысяч, во-первых, наши масла в России вообще никакие не ходят. Здесь лучше менять масло 8 тысяч. 9 максимум. Вот. И масла надо подбирать очень тонко. Хорошо. Ты, например, какое льешь? Какое ты можешь? Вот смотри, я лил ликвимоле. 970 рублей, 1 литр. Оно у меня горело. Еще там какой-то ликвимоле 5w40. Еще какой-то лил там 5w30 что ли заливал. Тоже горело. Мобил 1 горело там. Вот сейчас, на данный момент, я езжу на масле бордаль. Вот. Я поехал в Питер к другу, и он мне посоветовал это масло. Я прочитал характеристики масла. Ну, я думаю, что офигенное. Потому что у меня отец занимался маслами в свое время. Вот. И масло вот это бордаль, оно австрийское масло или голландское. Ну, я уже точно сейчас не вспомню. Но пока, пока, грубо говоря, расход, ну, при, ну, как бы остановился. То есть, такого огромного расхода масла сейчас нет. Ну, а конкретно, вот сколько он у тебя жрал, например, масла? Сколько сейчас жрет? Вот всегда все спрашивают. Блин, я вот не могу конкретно сказать, но я думаю, что раньше, но час, то есть, я заливаю где-то 2 литра. На тысячу? Нет, от замены до замены. Ну, мне кажется, это еще терпимо. Ну, да. Раньше я заливал где-то, ну, пятерочку точно. То есть, полностью. А меняешь раз в 7-8 тысяч? Сейчас стараюсь, да. Просто у меня одно дело было. Я вообще переэтывал, ну, сроки, грубо говоря, вовремя не поменял. И потом посмотрел, у меня, оказывается, 13 тысяч я проехал. И когда начали, ну, сливать масло, там просто такой густой солидол уже был. Угу, угу. Хорошо, вот помимо жора масла, если ты говоришь, что этот мотор один из самых вообще проблемных, ты сталкивался с чем-то, с какими-то проблемами? Что-то делал по нему, мотор? Конкретно, чтобы вот в мотор там залазить, я ничего не делал. То есть, сейчас у меня пробег 417 тысяч, и он до сих пор ходит, бегает. И потому что это, грубо говоря, мне кажется, уже одна из самых последних BMW, которая еще настоящая BMW, грубо говоря, нотки настоящей BMW в ней присутствуют. Остальные все там уже просто поработали не инженеры, а маркетологи, которые делают так, чтобы двигатели ломались специально, там цепи у них постоянно там летят. Та-та-тфу, не знаю. Я как бы езжу, вообще до сих пор все нормально. Каких-то там конкретных, но единственное, я еще поменял шкив основной, вот. Он демпферный здесь, то есть там резинка внутри. Вообще этим болеют именно дизельные двигателя на этих машинах. То есть демпфер, там резина постепенно преет, ее немножко ведет, и он начинает так колбасить. Но я вот тоже поменял, я не знаю, почему у меня такой дефект пришел. Ну, как бы, у каждой машины, мне кажется, свое, как же так же и у людей. То есть вот я вот и поменял. А так, в принципе, с двигателем больше ничего не делал. Так, хорошо, по мотору разобрались. Расскажи по коробке. Там замены масла какие-то, может, болячки, проблемы. Ну, по коробке читал много отзывов, вот. Менять масло в коробке, не менять масло. Но для себя сделал вывод, что, ну, как-то и деньги были свободны, чтобы лучше поменять масло. Залезли туда, как бы, ну, то есть там меняется масло и меняется поддон коробки, потому что в поддон коробки встроен сам фильтр. Вот. Все это мне сняли, но сказали, что у меня коробка была обслужена. То есть там уже менялось масло. Он говорит, что, то есть, ну, люди, которые владели этой тачкой, грубо говоря, за машиной следили. Я тоже поменял масло, залью туда ликвимоле. Вот. Ну, пока, грубо говоря, каких-то конкретных там про буксовок там или еще каких-то там косяков с коробкой не было. Ну, один раз ты поменял масло? Один раз, да. Полностью или частично? Как это полностью, наверное, да? Я поменял полностью, но это делается частично. То есть сначала меняется одна половина, потом ты приезжаешь, и они меняют вторую половину. И делается это на горячую, если не ошибаюсь, на горячую коробку. И делается это под давлением. Ну, то есть, это такая непростая процедура. То есть, ну, в обычном там каком-то колхозном сервисе, я думаю, вряд ли тебе кто-то заменит масло. Если они просто все сольют и зальют, коробка крякнет, мне кажется, сто процентов. Ну, а у тебя, получается, сразу все слили или нет? Или частично? Нет, частично, да. То есть, сначала одну часть слили. То есть, оно со старым маслом там перемешалось, я проездил. Потом все это слили и залили уже, ну, грубо говоря, полностью обновленное масло. Хорошо. И ты поменял всего один раз? Всего один раз, да. поменял. То есть, оно меняется. Я не помню на каких пробегах там, но там очень большие пробеги. То есть, это не в двигателе раз там в 9-10 тысяч. То есть, это огромные пробеги там. Но сейчас не могу вспомнить, какие конкретно. Хорошо, про мотор поговорили, про коробку поговорили. Здесь у нас задний привод заполнил. Проблем, наверное, никаких с ним не было. Или что-то делать? Нет, я с ним ничего не делал, проблем никаких не было. Но эластичная муфта иногда на них там летит. То есть, на кордане стоит такая резиновая приблуда. Вот. Демпферная, чтобы снижать, грубо говоря, вибрацию. Но у меня, как бы, проблем не было никогда. То есть, до сих пор езжу. Я не знаю, менее она была, нет. Я думаю, что вряд ли. Поэтому пока катаюсь, пока все нормально. Хорошо. Подвеска? Подвески могу сказать, что подвеска, на самом деле, она БМВ такая хлюпенькая. То есть, она достаточно, не настолько, конечно, мягкая, как на Марсе, но она такая, прям, когда она вот вся хорошо работает, вся обменена, она прям такая сбитая, вот приятно на ней ездит. Знаешь, такие глухие у нее звуки такие, блин, ну, мне очень нравится. Вот. Но она достаточно хлюпенькая. У нее, в первую очередь, выходит из строя стабилизаторы. Выходит стабилизатор, и если ты их вовремя не меняешь, то начинается там сыпаться дальше рычаги и так далее. Вот. Поэтому у меня, когда начинают что-то стучать, я сразу смотрю, если это стабилизатор, они стоят вообще недорого. То есть, где-то стабилизатор стоит полторы тысячи. Один. А их сколько? Их два. То есть, они вот так стоят поперечно. С одной стороны и с другой. То есть, они, ну, вверх и низкоподвески, грубо говоря, стабилизируют. Вот. То есть, их меняешь, и все. Там процедура абсолютно несложная и не ведет за собой развал схождения и так далее. Просто они заменяют, ну, меняются и все. Если ты, если разобьет рычаг, то рычаг, вот уже, конечно, посерьезнее. Вот. Запчасти, конечно, ну, дорогие. На BMW, на подвеску оригинальные. Но очень много аналогов. Я... То есть, у меня когда-то застучала подвеска, я все поменял, но все поменял японской фирмы, там, какой-то сейчас уже не помню. Но я для себя сделал такой урок. У меня все, что я поменял, все сломалось. Абсолютно все. И вот на данный момент, то есть, у меня сейчас и стойки жвакают, хотя я все новое. Все новые амортизаторы поставил, новые рычаги, новые подшипники, стабилизаторы. Короче, все новое поставил. И, короче, сейчас все сломалось, грубо говоря. Все вот это японское. Все японское, да. Все вышло из строя. Амортизатор вот уже левый квакает, блядь. Я просто для себя понял, что либо оригинал ставить, либо каких-то фирм серьезных немецких. Ну, вот и с Яппой я точно больше ничего ставить не буду. Это 100%. Ну, видишь, они, по ходу, боевые, они очень любят Япы. Репутация подкорная. Да, специально подпилили. Хорошо. Ну, а ты говорил, по-моему, генератор ты с Японии из тачки брал. То есть, вентилятор. С этим повезло. Да, но это же запчасти, они оригинальные. То есть, машина просто с Японии. Я понял, да. То есть, она в Японии собрана, да. А производство, она, естественно, там это идет Bosch, Siemens. То есть, это как бы серьезные фирмы. Они там с комплектующими. Я не знаю, может быть там заводы установлены. Я не помню, блин. Ну, возможно, да. Или собирают они там, либо эти комплектующие приходят туда. Но факт в том, что это оригинальная запчасть. Я понял. Хорошо. Еще есть какие-то вот моменты? Может, по электрике? По электрике, да. Ну, на самом деле, вот уже просто пробег пришел к тому, что электрика начинает, короче, сдаваться тоже. Начинает плакать. То есть, после 400 тысяч все, все заныло сразу. То есть, у меня вышел из строя монитор. Монитор тоже, ну, грубо говоря, с машины японской, с пробегом 12 тысяч. То есть, он новый. Есть тут еще блок. Дорого монитор стоит? Монитор не дорого. Монитор стоит там в районе что-то 5 тысяч. А установка его? Я ее сам установил. Вообще, очень легко все снимается и меняется. Здесь снизу стоит блок мультимедиа. Есть он CCC, есть CCC. На данном автомобиле стоит еще CCC. Это старая система. CCC, это уже более новая. То есть, эта машина, она пред рестайлингом. Хотя у нее тоже от реста уже какие-то мульки есть. Например, кнопка старт-стоп. У меня цветная проекция. Еще вот такая мулька. То есть, подстаканники здесь вот так вот закрываются. На дорестовых тачках, короче, вот этой вот крышечки не было. То есть, подстаканники просто здесь были. Они были вот такие открытые. Кстати, вот этот вот подлокотник на задней сидушке. Очень, ну, я прикольный. Подлокотники вообще не видел. То есть, он офигенский. Просто, ну, вот машина реально бизнес-класса. Очень прикольно. Так, про чем мы там говорили-то? Про электрику, про блок вот этот? Да, да. Блок этот тоже улетел. Они, то есть, они какое-то время ходят и потом там где-то какие-то контактики, они начинают отпаиваться. То есть, лечится это каким образом? Ну, я тоже много там всяких форумов перечитал. Либо прожаркой. То есть, они нагревают до огромной температуры плату. И эти контактики, они там опять начинают сцепляться. То есть, он начинает работать. Это либо помогает, либо помогает на какое-то время, либо не помогает вообще. В данном моем случае, то есть, сделали прожарку в Питере у меня знакомый там товарищ. Вот. И помогло это буквально на неделю. Да, не какую неделю? Несколько дней. То есть, несколько дней он походил и все. И опять он, короче, перестал работать. Пришлось полностью заменить блок. Блок стоит тоже. Я говорю, тут что не коснись. Но опять же, это детали бэушные с разборок с японских автомобилей. Блок стоит 10 тысяч. Ну, то есть, как бы не космос. И запчасти найти все можно. Ну, да. Тем более, нет. Сейчас просто эта машина уже встала в разряд тех тачек, на которые, как бы, запчасти без проблем. То есть, я когда ее покупал, она еще была, ну, грубо говоря, в топе. То есть, не каждый ее мог себе позволить. Ну, еще тогда она крайние свои годы доживала. То есть, а сейчас они, ну, как бы, уже можно позволить все такие тачки. Уже и молодежь на них катается, там, 18-19-летняя. И, как бы, на разборках их очень много. И всякие запчасти, там, на них беспроблемно можно найти. Что новые, что БУ, что сейчас в Японии машин сколько тащат, кучу. Как бы проблем никогда не было. Понял. Про все, наверное, поговорили. Мотор, коробка, привод. Ну, да. По электрике еще скажу. Да, вот тут блоки, очень много блоков стоит здесь. Ну, вот блок мультимедиа, стоит блок света. Везде тут все блок, блок, на блок и блоком погоняет. Вот. Эти блоки, они начинают постепенно, короче, умирать. Вот. У меня еще тоже начинает сейчас что-то блок света начинает, пытается умирать. Вот. В чем проблема? То есть, очень трудно найти грамотных специалистов, которые непосредственно тебе найдут причину. Очень трудно. Просто обычно ты приезжаешь, и это все, начинается танец с бубнами вокруг твоей машины. А может быть вот это, а может быть вот это. Просто хочется приехать к человеку, которому ты, грубо говоря, доверяешь. Он тебе скажет, так, скорее всего, ну, хотя бы из двух. Либо это, либо это. Ну, таких я еще здесь, не знаю, не встречал. У меня есть товарищ, знакомый, как бы занимается боевое, но он тоже не до такой степени компетентен в данном вопросе. То есть, где-то у Васи в гараже вообще, наверное, не стоит ее обслуживать? Вообще сто процентов. Во-первых, здесь все читается через компьютер. Можно как бы самому купить сканер, какой-то? Да, ну, грубо говоря, забыл, что штука называется. Лаунч. Да, да, лаунч, то есть вставляешь, и можно скачать на Android программу и читать там ошибки. Но дальше ты никуда не залезешь. Прочитать ошибки это одно, а дальше в мозги ты там не залезешь. Это уже нужна программа стопроцентная. То есть у Васи в гараже ты стопроцентно ее не сделаешь. Это первое. И второе. BMW устроена так, то есть если ты знаешь, как здесь что снимается, очень легко все снять. Очень легко. Но если ты не знаешь, ты обязательно что-нибудь сломаешь, и потом это держаться не будет, дребезжать тебе, на нервы действовать и так далее. Это касается и салона, и капота. Поэтому перед тем, как что-то разбирать, я всегда смотрю YouTube, смотрю ролики, где там что-то какие-то тачки разбираются, и по ним, грубо говоря, ориентируюсь, ну, сам что-то там делаю в машине. Понял. То есть если с пониманием, то можно как бы и самому здесь что-то сделать, подшаманить, подлезть. Да, вообще без проблем. То есть агрегаты можно поменять. Ну, я не касаюсь каких-то там серьезных. То есть, ну, вот компрессор, кондиционер, там генератор, ну, это все можно самому поменять. А, еще стартер у меня здесь тоже вышел из строя. Стартер. Вот стартер мы тоже сами поменяли. То есть, ну, можно как бы, если ты голова и руки на месте, то, в принципе, можно сделать все, что угодно. Хорошо. Такой вопрос. Есть еще что-то добавить, по машине рассказать? Чем бы ты хотел поделиться? Вот, возможно, с потенциальным покупателем. Если человек захочет покупать такой автомобиль, какой мотор ты бы ему посоветовал, посоветовал и на что вообще обращать внимание при покупке данного автомобиля? То есть, на полном приводе посоветуешь, либо на заднем, потому что все-таки годы, автомобиль уже старый, он будет, наверное, тянуть деньги. Ну, да, эти все автомобили сейчас уже идут с пробегами 300+. Вот. Если ты собираешься брать такой автомобиль, ну, ты должен быть готовым к тому, что ты будешь в него вкладывать. Потому что первый владелец на нем ездит, второй владелец ездит, но уже начинает что-то менять, третий начинает уже конкретно вкладывать бабки, но не до такой степени уже, а четвертый, все, он уже попадает на деньги. А сейчас все эти автомобили, они 300+, и по ПТС-у там тоже 4+, грубо говоря. Очень мало там машин, которые там... Нет, я вот находил не так давно одну, там один хозяин, но она 5 литров. Из движков бы я посоветовал 3 литра дизель. Почему? Очень надежный двигатель, но опять же, годы свое берут, и двигатель очень... Ну, тяги очень много, как бы, ну, очень неприхотливый. Но сейчас, опять же, пробеги 300+, и ездила там, например, молодежь, которая вваливала на нем, и там все, там начиная от переборки турбины, заканчивая переборкой движка тоже, ну, то есть надо смотреть там по каждому двигателю индивидуально. Но 3 литра дизель, очень хороший двигатель, и данные автомобили сейчас с таким двигателем стоят в цене больше миллиона. Лям 200, лям полтора миллиона стоят. То есть, ну, цены вообще космос, непонятно откуда взятые. Хотя эти автомобили должны уже стоить, мне кажется, тысяч по... С 300 до 800, мне кажется, вот. Это предел этих машин. То есть, они уже старенькие. Но старый бизнес-класс, как бы, ну, еще... Это, кстати, крайняя тачка, на которой еще настоящая кожа. То есть, уже следующие машины, они пошли с ЭКО. Помимо вот этого мотора, то есть, это прям топ? Другие ты бы не советовал? Ну, либо 3 литра бензин, либо 3 литра дизель. Я бы вот такие моторы посоветовал, да. Ни в коем случае я бы, конечно, не посоветовал брать такой мотор, как у меня, Николай 52. То есть, очень капризный мотор. Он работает только тогда, когда работает все. То есть, начиная от жидкости, которую ты в него заливаешь. Ну, а мы где живем? То есть, жидкости у нас не... Не проходят, грубо говоря, мне кажется, те сертификации, которые должны быть. Вот, они... Масла, они не выдерживают тех нагрузок. И, например, здесь круг на 15 тысяч рассчитан, замена масла. А все меняют на 10, потому что российские масла столько не ходят. Я не знаю, где мы повернули не туда. Но наши масла, они просто не выдерживают. У нас и бензин у нас тоже плохой. То есть, они там со всякими добавками. От бензина тоже очень много чего зависит. Поэтому, если брать данный автомобиль, я думаю, 3 литра дизель, либо 3 литра бензина. А, еще, еще можно, конечно, то есть, он будет в простой комплектации. Можно взять 2 литра дизель. Очень тоже офигенно. Он будет суперэкономичный. Там расход до 5 падает даже. То есть, по трассе, я имею в виду. Город будет, ну, там 7. Очень экономичный. Тоже, как бы, двигателя дизельные. У них там давление большое. То есть, он очень приемистый. Там турбина тоже стоит. То есть, с динамикой проблем тоже нет. Но, как бы, там будешь уже проигрывать в комплектации. Потому что комплектация лакшери на двигателе 2.0 дизель. Ее просто нет. Будешь сам собирать. Но это кто заморачивается по комплектации. Если ты, грубо говоря, в комплектации все равно. Там ни холодно, ни жарко. То можно, в принципе, взять такой автомобиль. И он тебе будет служить и верой и правдой. Дизельный 2.0 тоже очень хороший движок. А какие-нибудь, вот, например, топовые на них 4.4, да, наверное, ставятся. Или 4.8, может, есть на них движки. Ну, 4.4, да, он как идет 550-й. Ну, такой шильдик у них идет. Пятилитровый двигатель. Ну, я не знаю, большие объемы. Ну, налог раз, бензин два. То есть, жор масла там стопроцентный три. Плюс такие здоровые объемы, они 100% там у кого-то там, кто любил позажигать. Я не думаю, что они у какого-то дяди Вани, который там легонечко ездил там и хранил ее в гараже. 100% он на ней вжаривал. И такие моторы, грубо говоря, можно взять такой мотор и попасть просто на переборку. А переборка такого мотора, бля, встанет просто в столько денег. Просто это будет такой серьезная, грубо говоря, прибавка к той цене, за которую ты ее купил. Хорошо. Еще такой вопрос. Вот, например, когда ты покупал BMW, почему ты рассматривал именно BMW? То есть, ни Мерс, ни Ауди, может быть, там, какие-то японцы можно было посмотреть. Ну, я, во-первых, сам с Калининграда, вот, у нас там очень много BMW. И BMW головного мозга я получил, когда мои друзья еще начали покупать пятерки в кузове E34. То есть, я тогда был студентом, я не мог себе позволить данный автомобиль, но я на нем катался. И, ну, и вообще, динамика, управляемость. Я помню, мы как-то приехали на море, выехали там с девчонками, уснули на море, я проснулся. Ну, так как достаточно холодная погода была, но я что заметил, что в тачке было до сих пор тепло. То есть, мы там простояли там несколько часов. То есть, машина, она и шумоизоляция, тем более в кузове E34, это, блин, просто стопроцентная BMW. Там, маркетологи там вообще тогда не работали, там работали только инженеры. Машина делалась просто на качество. Там все качественное. Вот даже в этой уже машине уже есть здесь детали, которые крашеные. Зачем они красят, я вообще не понимаю. Вот отделки салона, там вот здесь, где стеклоподъемники, кнопки. Это у них все крашеное, все это обдирается. То есть, в E34 и в E39, потом это следующая модель пятерок, там этого нет. И вот тогда я заболел BMW, и когда мой кореш уже пригнал вот эту модель к нам туда, я на ней прокатился, увидел проекцию. Вообще, для меня это был просто космос. Мы, вот эти ресницы желтые, которые светятся у нее, очень красивые фары. Мы когда просто приехали там на площадь, там просто все смотрели, там просто машина, но я не знаю, она еще была на огромных 19 дисках. Ну, супер тачка, на самом деле. Я другие машины даже не рассматриваю, хотя раньше, раньше я ездил на Audi. То есть, я хотел Audi в 45-м кузове, очень себе хотел, я потом ездил на ней. Ну, у меня была рабочая такая машина. Очень тоже классная тачка, на самом деле. Но потом Audi что-то посдулась. Ну, как-то мне они уже вообще не зашли. То есть, ни в интерьере, ни в чем. Даже мы рассматривали бизнес-классы, ездили, смотрели BMW 7-ку, Audi A8 и Mercedes S-класса. Mercedes и BMW, да, Audi A8 вообще не зашла. Просто сел, что спереди, что сзади, просто обычный таз. Но ничего вообще в таком, там, нет ничего такого, чтобы ты на это обратил внимание. Все обычно. Очень как-то бедненько. Ну, не знаю, на любителя, грубо говоря. Ну, тогда все понятно, почему твой выбор впал на BMW. Друзья, если будут какие-то у вас еще вопросы по видео, пишите в комментариях. Мы предельно, мне кажется, подробны. И я уверен, что Дмитрий честно нам все рассказал по автомобилю. Нет смысла врать. Да, я на самом деле даже, ну, отчасти удивлен. Потому что я не узнавал, например, заранее у Димы, что он делал, да, по машине. И я понимаю, что пробег 400+, а по факту-то, ну, движок, да, родной. Особо ничего не делалось, коробка родная. То есть, ну, по мелочи, да, но за 400 тысяч на каком автомобиле вы не будете что-то делать. И опять же, вот говорят, что BMW там, да, ломучие автомобили. Но вот я после данного интервью, скажем так, свое мнение, наверное, поменяю. По крайней мере, про некоторые модели BMW. Ну, капризные они, конечно. Но я говорю, еще эти модели, они на качество делались. То есть, не маркетологи делали. Поэтому я думаю, что они покатаются еще до 500 тысяч, наверное. Свободно. Ну и поделись с нами, есть ли мысли, на что бы ты хотел пересесть после BMW E60? Да, есть такой автомобиль. После E60 я бы пересел на BMW 7 серии в кузове F. Очень отличный автомобиль. Вот, если его рассматривать, я думаю, что данный автомобиль стоит рассматривать с 3-литровым двигателем. Он до-налоговый и не лонг, не удлинен. 3-литровый двигатель, бензин, дизель? Дизель, дизель, 3-литровый дизель. Очень надежный, экономичный двигатель. Ну и дизель вообще, они по тяге. То есть, здесь такой момент, даже когда кондиционер включаешь на бензиновой машине, как будто тебе там прицеп сзади приписан. Ну, она прям тупая становится. У дизеля такого нет, потому что у него давление двигателя намного больше, чем у бензинового. То есть, там он кондиционер вообще не чувствует. Ну, то есть, я эту особенность заметил только этим летом, на самом деле. Понятно. Ладно, друзья, значит, скоро ждите нас с Дмитрием уже в салоне BMW 7-ки F-поколения. Будем рассказывать вам про нее. Но пока так. Сегодня мы были с вами предельно честны. Рассказывали по автомобилю все как есть, на самом деле. Не придумывали. Так что, делайте выводы. Если хотите купить такой автомобиль, взвесьте все за и против. Прислушайтесь к мнению Дмитрия, который владеет уже 7 лет данным автомобилем. Я думаю, что-то из этого видео вы сможете почерпнуть. Если какие-то вопросы все-таки у вас остались, пишите в комментарии. Мы обязательно вам ответим. Пока. Шлё. Субтитры сделал DimaTorzok